Это все пройдет, прогорит. И он сравнится с каждым, да, моя голубка, как она, какой же я негодяй, да я как мог это сделать, и Господи, прости. Ты еще не добьешься, ты, я хочу быть равным. И подравнялась одна, никого рядом нет, подравнялась. Нельзя этого делать. Господь Спаситель сотворил человека, Адама, дал ему помощь. Он называется глава, а жена тела. Это надо настраивать. Вот, смотрите, у русских когда стоят где-то на улице, там, целуются, стоят, когда мы гляжу, вход в базар и стоят, это не муж и жена целуются. Это пребыводие. Это два блудника сошлись, вы нигде не увидите, чтобы мусульманин со своей женой целовался. Вы с законной женой не будете. И вот фотографируют, когда в интернете есть, он стоит, как это, монумент какой-нибудь. А она, лозиночка, прижалась к нему, вот так и положено. Вот, да. А если любовь? Вот. На какое, говорит, вредно? А вы считали крейсову Александра Льва Толстого? А прочитайте. Есть фильм такой, Олег Кенковский играет. Ничего лучше, я думаю, нету в вопросе вот женения. Он там едет и говорит, а если любовь? Он говорит, на какое время? На какое время? На день, на два, на час, как у собаки. Склещились и разошлись? Насколько? Да не может того больше, чтобы любовь была всю жизнь. Это же то, что две горошины в возе помечены, и могли бы сойтись. Не может быть? Ну а как же живут по много рулетов? Любовь, возможно, только в Боге. Зинаида, любовь только в Боге. А это страсть, животная страсть. Сегодня она, мужчина не может одну женщину любить. Он не может, он такой, он есть. Он по запаху идет. Это договорка. И с этим надо согласиться. Это интересная тема, я подпустил ее сужать. Подождите. Нет, не надо дальше продолжать. Я тогда ухожу. У вас еще в прошлый раз это про Минпола, я обратил внимание. Что женщина не должна осуждать мужчину никак. Если у нее никаких замечаний. Ни единого слова. Она должна ожидать ее. Ну это как-то это подгонетом каким-то уже. Если это буш ваш, вы должны только обращаться к господин мой. В Англии прошли исследования в разных кругах, ну грамоты, интеллигентов. Женщина в среднем на 25% глупее мужчины. В среднем. Ну конечно, бывает Маргарет Тэтчер, но она под конец все равно с ума сходит. В сумасшедшем доме она и закончила жизнь. Она не знала где стол, где туалет. Да полностью потеряла. Как Рейгер. Верующий в Бога, он должен слышать голос Божий. А как? Через Библию. Считайте. Жена да убоится своего мужа. Да убоится. А что же бояться-то? Как бы его не огорчить? Вот господин. Мой господин приехал. Что-то я не помню, что-то я борщу что-то. Господин мой приехал. А? Что по-моему. Господин мой приехал. Да. Спасибо большое. Я говорю вам то, что знаю. Господин мой приехал. Я слишком много работал с собой. Присаживайся к столу. Которые разводились, подходили. И сейчас мы были. Так, садись. Где-нибудь рядышком. Вот такой вот мужчина. Похоже даже высокого роста. У меня вот такая обстановка. Я вижу, что это уже не первый раз женатый. Он еще ни рта не раскрыл. Какой раз женился? Да вот зачем же ты это сделал? А теперь он не знает, как и что. Апостол Павел говорит, мне вас жаль. Вы будете иметь скорби по плоти. Такой любви нет. Это не кусок хлеба черства заменил. Или это не пуражка повернула его. Уже вопрос решен. Вы повенчаны. Вопрос с повестки снят. Теперь только одно. Вы видели фильм «Юда Бенгур»? Нет. Ну, в интернете можно найти. Запомните где-то. Запишите, что я говорю. Я знаю этот фильм. Я сказал «Креслево соната Льва Толстого». Найдите, посмотрите. Фильм, конечно, все не показывает, что в книге. Но насколько он тонко подходит. Вот этот вопрос выбора, измены, любви. Это, говорит, если есть чувство святости брака только у верующих. У неверующих этого нет. Его нельзя даже осуждать за это. Его нельзя. Это петушиный нрав. Он за каждой курочкой бежит и топчет. И ничего тут нельзя сделать. Нельзя сделать. Вы знаете, кто говорит. Еще Фрейд об этом сказал. Самая большая страсть. Это страсть животного размножения. И он даже об этом не думает. А возможно погасить? Верой, постом и молитвой. Пост и молитва все побеждают. Теперь у меня только одно. Научиться любить. Ее спрашивают. А вы видели мужа? Она говорит. Нет, не видела. А как же замуж выходишь? Ее отец. Отец сказал. Но вы же не любите. Она молча стоит. А играет там такая артистка. Хейда говорит. Я научусь любить. Еврейка. Я научусь любить. Вот это нужно просить у Бога. Это дар любви. А где он? Чисть благоговения. Это кормились. Твой защитник. Ты под крылом его находишься. Как же ты можешь позорить? Вот у меня брат. Поверь, брат. Работает на винтоном заводе. И вот подходит. Мужчина ему там. И говорит. А недалеко живут. Чего же мне Андрюша делать? Говорит. Опять пришли к Ларисе. Увидели солдатами. В парке было. Я убью ее, заразу. Он говорит. Там где ты с ней познакомился? Она там с площадки. А потом постоял маленько. Так ты ищи ее там. А ты где познакомился? В церкви. Сегодня знаешь какой день? Вознесение Господне. Я сейчас за воду приду. Моя Аня там стоит в хору поет. А потом поет на работу. Я ее там нашел. Меня к Бог ей привел. Я за вами пришел. Я никого не знал. Скинул глаза, увидел. Я понял. Она моя. Помолились. Встретились. Я старством сказал. Такая девушка. Они переговорили. Препятствий нет. Она никому не обещала. Все, как говорится. Почину. Дети. И все остальное. Я ее в церкви нашел. И в церкви я ее буду искать. Ответ дается только по Писанию. По Библии. Почему же она должна бояться мужа? Чтобы не огорчить. Чтобы не испортить ему настроение. Согласно статистике, женщина и живет от 6 до 8 лет дольше мужчины. Ты еще на сирот смеешь. Будет время, говорит, 7 женщин за одни штаны ухватятся. За одного мужчину. Чтобы только снимись меня позор, что я не замужняя. Поэтому мужчин так мало. Их еще там бьют на разных войнах. Да еще и пьют. А если ты замужем, да ты ухватишь за него. Вот на моем mail.ru Там про меня поставили как бы один ролик. Из моих фотографий один человек сделал. Ролик называется. И там женщина поет. Благодарю тебя, Боже, за мужа, которого ты мне дал. Такая интересная песня. За мужа. Я теперь защищенная. Не видно ни мужа, никого. Ну там поставили моя фотография, жены. И вот я вернулся из заключения. Любовь. Вот я, мол, тебе только пример скажу. Я нахожусь на тассе. Меня специально послали отбывать срок. За слово Божие. Как политзаключенного. Политическими красками накрасили. Я в промзоне, ничего не знаю. Она меня нашла. Направили специально, чтобы я. Меня не понимали. Эти киргизы, казахи там. Ей надо дать знать. Как дать знать? И что она додумалась? Работает там автокран большой. Она подошла. Может дала что-то. Договорилась, чтобы он положил стрелу на землю. Она легла на вершине. Между тросами. И он поднял ее над зоной. Вообрази. И она там перекрестилась. А ее увидали казахи. Они прибежали ко мне. И говорят, там женщина, беги туда. Все поняли, я один такой. И что она меня ищет. Крестное знамение где-то. Но когда я оттуда выбежал. Там бежать надо было. Откуда видно. Уже ее не было. Почему? Там автоматчики сослетели быстренько. Все. И шофера там все это дело закрыли. Но сам по себе факт говорит. Как Господь дает, что через... Она везде, везде, где можно было пробиться. Что-то переслать, что-то сделать. Даже я бы этого не сделал. Это любовь. И все восхищаются в интернете. Это какой же Бог любовь дает. Вот так Бог делает. Это надо увидеть. Тогда, значит, вы же только любуете. Да нет. От меня мало чего хорошего увидит. Она бедная мученица. Сегодня дома, завтра за решеткой. Но она не упала, не разбилась. Не упала, не разбилась. Вот как Господь сделал. Представь, между тросами, там на вершине. И он поднял ее над зоной. И там она перекрестилась. А я знать еще не завышал, ничего нет. Я не завышал. Потом ты ко мне сказали, что там уже автоматчики с вышки пришли, все это размонтировали. Нужно понять, что ты женщина. Ты слабая, утлая, как говорится, дырявое создание. И поэтому тебе дан руководитель. Что-то дырявое. Который будет тебя вести. Это утло, я перевожу. У меня скабление, ничего нет. Это реально. Он тебя должен довести. Он ведомый, как башу, тащит за собой. Он будет тебя тащить. Игнатий Диманович, да сейчас женщины работают больше мужчин. Что вы говорите? Да, сейчас помельчали мужики. Ага, ну примерно. А раньше? Женщина одна. Вот еще, я, видите, ссылаясь на фильмы, потому что вы фильмы смотрите. Фильм «12» Михалкова видели? И там один, который говорит, я был пьяниц, отпетый. И как она его отмыла, отбелила, ящушку этого. А теперь он там доктор наук, у него там такое предприятие, она его вывела. Женщина, знаешь, что может сделать? Она может, знаешь, говорит, а ночная кукушка не ную перекукует. И поэтому все в твоей власти. Господь дал тебе великую силу. И сила эта заключается в скромности, в целомудрии. Чтобы он это видел. И сравнивая с другими, он увидит. Господь так ему на сердце положит. Что он будет гоняться за этим мясом открытым? Ему это не надо. Он скажет, а моя-то, голубка, какая она скромница. Ее нигде больше не видно. Она все приготовила, все сделала. И говоришь, а он не ценит. Не торопись. Если он не оценит, Бог оценит. Перед Богом другая шкала. Просто по этим вопросам я очень много занимался. Приходили люди. И выход только один. Вера в Бога. Согласно заповеди Божьей. Ты получишь свою награду. Жена спасает с щедородия. Если пребудет в вере, целомудрия. Я дам упреку. Жене очень не позволяю. Пишем, не позволяю. Запятая. Не ластать над мужем. Вот и все. У нас одна поехала, знакомая, в Казахстан. Ну, а мужичонка такой, там, выпиды и погоняет. Мы приехали туда. И, вон как в России, так же. А она, в России-то она знала, что ему 15 суток. Побежала. И она тоже в милицию. Милиционер, так сразу, и так пишет заявление. Она сразу настрачивала заявление. Там все. Мужик сегодня, а забирай, а не стоит. Мы тут напишем что-то. Пять лет ему. Она так и ахнула. Пять лет. А как ты думала? Как это можно слабое создание женщину гонять, бить? Да кто это видел-то? Я еще постараюсь, чтобы ему 7 лет дали. Ну, жена их за холостом, да что? Так ты не хочешь, чтобы арестовали? Нет. Замри. Я тебя сейчас посажу в погреб, я тебя заморю там. Ты на кого? На мужа решила подавать. Ты оттуда у меня не выйдешь, пока вот в эту дыру не вылезешь. Вот такой тоненький не сделаешь. И все. Еще один раз придешь, я тебя сгною в подполье. И все. С бабой эта дочь сошла русская. И она теперь, пожалуйста, Митенька, прости меня. Соза пошел. Казахи умеют лечить очень хорошо. У нас одна забунтовала там. Уезжать, уезжать. Я говорю, уезжать можно, но только в южные районы Чечни. А там сразу к старствам приди, как сакаловы, скажи, жена не слушается, а они ее в один день научат. Они умеют учить. Вот у них есть такой обычай. Не все знают, это дагестанцы. Это Расул Гамзатов пишет. Что, ну, он-то аварис фактически. Сноха не должна говорить при свекре, чтобы он голос ее не слышал. И вот он женился, сын. Ну, она с мужем-то разговаривает. А как только свекр, она молчит. Но он видит, какая она красавица. Она же описанная красавица. Еще не видать. И он говорит, а голос-то у ней какой. Ему до того захотелось послушать, какой у ней мелодичный голос. Но правило гласило, чтобы она заговорила, нужно было собрать всех аксакалов в селе. И чтобы во время, когда он их поить, кормить будет, они тогда разрешили ей говорить. Ну, и он тогда решил, у него два бычка было. И он говорит, сынок, ты закали бычка одного. Я соберу дружков своих. А что, отец, за счет они домогая я. А не сказал, что хочет. Ну, и когда выпили, шашлычка поели, тогда встает старейший и говорит. Ну, любезный, теперь рассказывай, зачем ты нас собрал? Они знают, что собрал непросто. Я попрошу вас, почтенное собрание, попросить мою досточную сноху, чтобы она с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, самой разговаривала. Чтобы я голос слышал. Вот это да. Старший говорит, наши обычаи хорошие. Но чтобы прибегнуть к такому правилу, это какое надо быть в снохе? Я, склоняюсь перед вами, благодарю вас. Ну и разошлись. Он утра не может дождаться, как утром с ней заговорит. Ну, до утра-то промаялся, да и заснул. Утром встал, снохи нету. Вышел, она корову дует. Он встал и думает, сейчас я с ней поздороваюсь. И как она заговорит? Доченька, здравствуй. Она обернулась. Ну, ты видишь, корова хвостом хлещет по лесу. Возьми хоть за хвост-то, подержи ее маленько, пока корову-то дают. Ему не по себе стало. Вот он кое-как, коров додавила, зашли. Он зашел, на тахту лег и лежит, как всегда. А она никогда ничего не говорила. Она зашла, что ты целыми днями валяешься-то? Твои внуки куда попало? Смотри, двое уже залезли грязные. Ну, хоть маленько-то возьми, поводи. Как тебе старому-то? Сын пришел, он говорит, сынок, я совсем за ним мог. Созови снова от стакала. Дай мне, что-то, бучка. Второго бучка зарезали. Поели, попили. И когда старший говорит, почтенно, а для чего ты собрал? Я хотел попросить, чтобы вы мою снаху попросили, чтобы она при мне никогда не разговаривала. Он говорит, о! Чтобы понять, что наши обычаи хорошие, ну, уже было двух бучков съесть. Хороший рассказ. Так что, женщине не надо немногословить. И когда она у них дает, говорит, она зашла, подала, говорит, а нет, и мол, сейчас задом вышла за шторкой, открылась. Она даже не повернется перед ними. Это рассказ Ильяса и Грады Николаевича Москова. Понимаете, где нам многое можно поучиться? У тех, которые живут рядом. Они так, мы русские, мы православные. Они нас называют свиноеды. Извое. Ну, по-моему, мы их уже научили многому. Как? Многому научили. Хучу, худшую. Да. Плохим примером. Не мы у них научились, а они у нас уже научились. Ну, человек, если желает научиться, он научится. Ну, да. Посадка деревьев идет, она там где-то тяпает сорняки. А ты думаешь, а сколько грехов у меня, когда я их протяпаю? Ладно, сегодня еще только сегодня тяпала там стояла. Тяпала, каждый день тяпала. А это уже урок. Урок. Смотришь, гляжу, ягоды валяются. Все хорошо в свое время. Отсветет. Вот мы сейчас посетили одних там знакомых. И ей 93 года, а ему 91. И вот они полностью это все засняли. Ну, полностью развалены. Почему? Почему? Мариата Шагинян, друг семьи Ульяновых. Она не вылазила. Она в Сюрисской библиотеке там, в 93 года все еще книги пишут, шарятся. Не верующие совершенно. А это верующие, оба богобоязненные. И он сидит там. 93 года. Ему 93 года. Так правильно, я скажу, что он должен петушком бегать. Так я говорю, а она, Мариата Шагинян, в Сюрисской библиотеке, в 93 года сидит там, работает с архивом. Это книжечка ее. Не всем же Бог дает. Это непонятно, почему Бог так делает. Но я должен принять. Игнатий Евгеньевич, а скажите, пожалуйста, нельзя работать в божественные праздники? А какие божественные? Ну, например, помимо, я имею в виду Пасхи, там, например. Ну, нельзя. И что? Троица. Троица. Это большие двунадесятые праздники. Нет, ну, говорят... И воскресенье. И ни одно воскресенье, вот у нас в деревне, никто не работает. Работать можно только сторожу, врачу, без этого никакого. И животного. Все, это получилось. Ну, а говорят, Бог трудолюбивых любит. Ну, любит. Ну, так и он им дал и должен сопутствовать. Для этого он назначил седьмой день в субботу. Это десяти слоя. В субботу указано на воскресенье. Не положено. Если вы хороший работник, то вам шесть дней вот так хватит. Вы не дождетесь седьмого дня. А если хоть не ходить пустые бутылки собирают, то и семи дней мало. Я вот работал на стройке, я строитель где-то. У меня всегда выработка 280-300 процентов. И я воскресенье не могу дождаться. Мне необходимо было, чтобы проценты эти разбили на две недели. Чтобы в одну неделю работало, записали две недели, чтобы я уже ехал в детский лагерь с детьми, надо заниматься и прочее. Я выкладывался настолько, что дома через порог запнулся, упал и больше не поднялся до утра, тут и сплю. Это моя жизнь, моя работа. Но ни одного воскресного дня. Ни одного. И не пойду. Не пойду и все. Как он в субботнике, адвентисе седьмого дня. Бог дал мне шесть дней. Мы работаем. У нас выходных нет, мы едем. Это на благовестие. Мы в это не попадаем. Но мы в эти дни не работаем, мы просто едем. В субботу, воскресенье приезжаем и готовимся, сейчас опять приезжаем. У нас просто очень много сейчас стало православных праздников. Много. А у нас там 12. Очень много. Просто календарь. Не надо, это не праздники, это памятные даты. Называется 2 на 10, 12 праздник. Это Рождество, Христово, Пасха, Светение, Возвесение, перечисляются. Из них вы оставьте хотя бы Господни, Богородище, Благовещение, строгий праздник. В эти дни что разрешается? Ходить в церковь, посещать больных, навещать, дела благотворительности, кого-то навестить, вузников и прочее. Из этой рутинной жизни старайтесь выдраться. У вас жизнь будет интереснее. А если каждый день, а может в воскресенье я буду тяпать, а может я буду стирать, да все можно делать. Лошадь и та не должна работать. Сейчас говорят, мы не стираем, а машинка стираем. Я не стираю, машинка стираем. Машинка сама подключилась, а сама стираем. Машинку кто кладет? Ну так вот. Сама она берет. Мало того, что нарушает праздник, еще и лукавит, себя убеждает, что она не работает. Огонь даже, даже плитку повернуть, включить и запретили. Один ресторан в Израиле это делал. Ему объявили такой бойкот, он в дуру вылетел. Все. Ни один свет не включает в комнате. Они боятся Бога. Вот в Израиле, говорят, я там не был, но говорят, в ресторане два окошка, молочное и мясное. А одновременно ни одному человеку не получить. Ты ешь утром молочное, в обед мясное или наоборот, это твое дело. Но бери. А почему? В Библии написано, не вари козленка в молоке матери. Да козленка нет, а чтобы не нарушить случайно. Чтобы не нарушить эту заповедь непонятную. А они вот такие правила вели. Начинается искорка. Дальше затлела, задымила огонь. Я, во-первых, нарушил заповедь. Я чувствую, что у меня уже начинает внутри гореть просто. Я чувствую, что ты не то сделал. А они верующие ничего этого не чувствуют. А дальше уже задымила и веры никакой нет. Сейчас очень верующих много. Верующих очень мало. Настоящих верующих нет. Да, ну а так... Христос сказал, много званых, мало избранных. Мало. Вот мы были даже в Софии сейчас, где проехали. В храмах были. Как люди одеты, как приходят, как уходят. Совершенно веры никакой нет. Редко-редко кто правильно перекрестится. Мы только зашли, стоим как православное, зашли в греченский храм однажды, поклонились. Какой покон. Мы никого не видели. Мы вышли на улицу. За нами священник чуть не выбежал бегом. Остановил вас. А кто вы такие будете? От кого? Я первый раз вижу, что правильно. Первый раз закади жопу. Почему ты не учишь людей? Так сделать, чтобы лоб достать, чрево, изобрази крест ровно и поклонись, чтобы рука пол могла достать. Тут еще не надо. Это мы с Геном Яковлевым были. Мы сейчас были там у его жены, а он погиб. Игнатий Тихонович, а еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот освящение продуктов, паски, яйца... Можете не освящать? Паску. Нет, почему в храме нашем освящают до службы? Что делать? До ночной службы освящают. Никогда этого не было. Ну это вообще, это как? Да никак. Ну это ненормально, правильно? А почему не запрещать? Даже совсем бы не освящали, никакой роли ты не играешь. Ну так принято, я принимаю. Никогда не было. А почему не надо освящать? Я не говорил не надо. Она говорит прежде пасхи. Вопрос-то ее стоит не то, что не надо, а прежде. Пасхи-то еще нет, освящают. Люди приезжают, приходят домой, начинают есть. Ну вообще невоздержанные. Зачем? Ну надо после 12-ти пасха прошла. Ну как у нас, у нас потерянки. Кончилась пасха, после этого богослужение. И потом отдельное освящение. Уходят, все принесли, освятил батюшка. И так понятно. А сегодня все делается наоборот. В церкви всем таинцы, все нарушаются. Вот чтобы человека считать крещеным, нужно три правила выполнить. Три. Первое, человека надо научить. А как? Идите, научите все народы, крестья, их во имя Отца и Сына Святого Добра. Научить. А мы, говорит, учим. Я говорю, а сколько учите? Ну у меня две беседы по 20 минут. Это сейчас. А раньше? А раньше 5 минут. У нас 500 часов. Еще сравним. 500 академических часов в университете. А потом еще собрание будет. Еще 10 человек будут расспрашивать, голосовать, допускать, не допускать. У нас очень серьезно. И поэтому мы выполняем все православие. Свящи горят, продажи нет. Пасха освящается в свое время. То есть верба есть ни копейки нигде. Ни один мертвый светочек у нас не появляется. Святыну жив. Мы уже там купили розы, лилии и все. Устанно все живое. То есть, ну серьезно. Вера одна и та же. Но они все нарушают. Надо, чтобы человек уверовал. Второе. Троекратное полное погружение. Три раза, чтобы под водой скрылся. А у них ладошкой по голове хлопнул. Три раза затылок по машине. И третье должно быть бесплатно. Как все деньги. Сейчас деньги запретили брать. А написали вознаграждение 300 рублей. А вознаграждение? Мошенники. Глава машину освещает. Придумали 1-1,5% стоимости машины. Уже патриарх выходит и начинает там им клеймить. Но у нас машины освещают. Приезжают. Ну, свои. Батюшка. Ни копейки. Никогда. У нас в выставе записано. Вот свечка, все сожжения. А в церкви вот столько остается. Они ее тушат. Переплавку. То есть натоваруют. У нас свечку поставили. Она догорела. Помигала. Погасла. Последний дымок. И все. Никто не имеет права прикоснуться. Вот служба. Подопустим, вечерняя с 5 часов. Так. У нас специально выбраны наблюдатели. Чтобы соблюдать порядок. Называется законодательная и исполнительная власть. Законы изданы. Никто не исполняет. Вот мы были сейчас, где проехали. Лучше всего понравилось Белоруссии. Ни одного черного нигде нет. Во всей стране не увидели. Ни туркменов, никого нет. Все работают русские с русскими. Все славяне. А милиция? Как они там работают? Предприятие ни одно не закрыто. Ничего. Лукашенко герой. Как они его любят. Это действительно так. Дай Бог, чтобы у нас было так тоже. У нас оно может быть так, если мы будем другие. А что для этого нужно, чтобы быть другими? Любить Христа. Однажды было время такое. Один полковник Фока. Царь в Греции был в Мавритии. И вот он захватил власть и убил царя. Убил царицу. Порубил дочерей. Ну, как вот Ленин. Княжон и сыновей. И такой террор устроил. ГУЛАГ настоящий-то. Ну, а в пустыне один слышал и молился. Господи. Ну, почему такой человек? Ну, почему такой мучитель? Ну, когда будет? И вдруг Бог заговорил. Я долго искал человека. Хуже не нашел. За ваши дела. Бог искал самого подлого, негодного, зверского. И дал на нашу шею. Другого не будет. Вот начинает Путин-то путает. То другое. Надо молиться. А это ничего не надо. Ну, я буду сейчас говорить. Проклятые евреи, то другое. Чего мне даст, коли он проклять? А я должен благословлять Господи. Благослови евреев. Столько же они гонений. И сам их вызывает искусственно. Везде все это подбирают. Господи, прости нас всех. Нужен настрой любви и благодарения Богу. А не так, что того проклинаю, этого не люблю. А я молюсь за всех. И Лукашенко, и Барак Обама. Каждый день мои молитвы. И Папа Римский, который ушел в Венедикт, Франциск. Каждый день мои молитвы. Вот только мы не доехали. Вовремя остановили. Остановили. Это вовремя. Потому что я вижу, что это от Бога. Зашли в Шенгенскую зону. Не знали, что выходить-то нельзя из нее. То есть знали, но Сербия оказалась вне Шенгенской зоны. А мы, братушки, библиотеку, оттуда вылезли. Они говорят, а вы уже вышли назад туда нельзя. А вы в Грецию. А вам вот. Ну и покатили мы тогда обратно. Ходили в греческое посольство. А в Греции там ходатайствуют. Может пошли в министерство. Не знаю. Германия звонит. Все закрыто. Я говорю, ребята, это от чего-то. Давайте поблагодарим Бога. Нам этого хватит. 12 государств позади. Что нам надо? Мы могли бы сейчас, я говорю, в Москве двинуться, открыть две недели. Мы бы Скандинавию, Прибалтику все захватили. И прошли бы даже там Нидерланды, Англия. Ну, у нас у юг весь неохваченный. Мы пойдем в Крым. Собачка в Азовском море скупается. В Черном она купалась. Но уже серьезно. Относиться и будет правитель другой. Вот меня спрашивают, ну, к примеру сказать, вот сейчас бы если был моим другом Путин, А что бы вы хотели, что бы вы у него попросили? Ну, у него власть. Ну, я бы не стал хватать через крышу-то. Я бы ему сказал. Сказал, во-первых, то, что знал, видел. А потом сказал, наш сайт, вот этот, через разные эти средства, информации, сделайте известным для всех. А что ты просишь-то, сказал бы, глупость какая-то в этом все. Наш сайт, который мы даем где-то, он содержит самое необходимое. И такого сайта в мировой сети нигде нет. Так он может где-то, может, сказал бы, там, по телевидению, везде наставать. Главное, чтобы люди знали, а придут, не придут, меня не касается. Какая-то просьба у вас. Вот меня спрашивают, а если бы сейчас вы выиграли там, ну, 100 миллионов евро? Я бы, если распорядился. А что бы ты сделал? Ну, нашему фермеру, первым делом, купил бы современный комбайн. Бедный, на каких гайках, там у него все сыпется, как он работает. Второй, все валится. Ну, дальше учителя повысил бы зарплату своим, школу бы хорошую построил, дорогу провел. А там, видишь, деньги кончились. Нам бы новый пульдотер был. Да. Игнатий Тихонович, а я бы попросила Путина, чтобы он честным стал. Если бы можно было так. Спасибо вам огромное за беседу. Спасибо большое. Приятно было бы общаться. Да, нет, все вроде бы. Если вопросы будут, заходите в Mail.ru. Знаете такое? Да, конечно. Я единственный Игнатий Лапкин. Путина 40 тысяч, я один. И выйдите на меня, там две странички мои, одна я просто стою перед микрофоном, а другая с голубем. С голубем это параллельно ведут модераторы, чтобы сохранить. А который без голубя там, это мое. И в сентябре я буду дома. Попросите с друзья, скажите, были в шахте. Вы там найдете 1051 ролик только про нас. Наши. И там все, что вам нужно, я вам отвечу, дам. И у вас будет это. Спасибо, Атом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все, до свидания.